Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Известная медиаперсона и практикующий специалист. Умер известный барнаульский психолог Алексей Капранов. Нет повышению цен. В Барнауле прошел пикет против удорожания проезда в общественном транспорте. Грамотность в моде. Как прошел в этом году знаменитый тотальный диктант. Пир во время чумы так окрестили массовое мероприятие, которое прошло накануне у одного из магазинов краевой столицы. Торговый центр провел розыгрыш автомобиля, на который пришли по разным оценкам около 300 барнаульцев. Помимо машины, организаторы разыграли холодильник, телевизор, утюг и другие бытовые предметы. На кадрах видно, что люди не соблюдают дистанцию. На многих нет масок. За прошедшие сутки умерли 7 жителей края с диагнозом коронавирус. Выявлено 185 новых случаев заражения. С каждым днем растет количество тяжелобольных пациентов. Сегодня их уже 355. Подключены к аппарату ИВЛ 135 человек. Все меньше свободных коек. Сегодня в крае свободными остаются 369 мест в ковидных госпиталях. Пользователи соцсетей, похоже, перестали верить официальной статистике. И методам опроса решили сами узнать, сколько же на самом деле в крае переболевших, болеющих и тех, кого коронавирус пока не коснулся. В итоге всего за пару дней в сообществе Барнолу-22 около 1000 человек ответили, что болеют на данный момент. Среди респондентов есть те, кто мог переболеть в бессимптомной форме. Более 30% заявили, что среди их окружения есть ковидные пациенты. Кстати, насколько официальная статистика соответствует реальной картине, у компетентных органов спрашивают и журналисты. Ведь тест на ковид-19 сдать иногда очень сложно. А вот такой ответ сегодня дали специалисты. В статистику, в соответствии с рекомендацией Министерства здравоохранения, в настоящее время включаются клинически выраженные формы. Те формы, которые бессимптомные, они в статистическую отчетность не включаются, но при этом все мероприятия, как в отношении самого носителя, лечебные мероприятия, так и в отношении его окружающего проводятся. Правда, какие именно мероприятия и всем ли они доступны, не уточнили. Достаточно ли тестов – еще один вопрос. Замглавы Алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина ответила уклончиво. Всего тестов проводится 6-7 тысяч в сутки, но, возможно, их скоро станет больше. Чтобы обследоваться смогли все желающие. Что же до недостатка лекарств, то специалисты заверили. В открытом доступе нет в основном тех препаратов, которые должен назначать только врач. И отчасти это неплохо, считают специалисты. Пациенты, которые лишь подозревают у себя заболевание, не будут заниматься самолечением. Сотрудники Роспотребнадзора сегодня вместе с журналистами проверили, как предприниматели соблюдают меры профилактики коронавируса. Сегодня проверку устроили в торговом центре «Пионер». Специалисты обращали внимание на наличие масок у сотрудников, на разметку социальной дистанции, и интересовались, чем работники дезинфицируют терминалы и кассовую зону. Среди 15 предприятий, оказывающих услуги общественного питания, у пяти оказались проблемы. Это отсутствие разметки и приборов для обеззараживания воздуха. Покупатели, приходя в ваше заведение, каким образом должны понимать, какую дистанцию они должны соблюдать между друг другом? Все знают, что полтора метра уже. Но, тем не менее, у нас должна быть нанесена разметка. Здесь кто-то постоянно работает, кассир, то есть в течение дня это его рабочее место. Поэтому прибор для обеззараживания воздуха должен быть в наличии. Предпринимателям дали короткий срок для устранения нарушений. В противном случае придется оплатить крупный штраф. Административная ответственность предусмотрена статьей 6.3, частью 2. Второе в отношении индивидуальных предпринимателей – это штрафные санкции до 150 тысяч рублей, в отношении юридических лиц до 500 тысяч рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также сотрудники Роспотребнадзора проверили, как соблюдают меры безопасности в кинотеатре. Есть ли интервалы между сеансами, как обрабатываются кинозалы. Серьезных нарушений не обнаружено. Вопрос возник в рециркуляторах в залах. Присутствует нет для обеззараживания воздуха? Рециркуляторов в залах как таковых нет, но есть система приточки воздуха. То есть у нас по одной вентиляционной системе воздух поступает с улицы, по другой он не ходит. У нас воздухообмен только идет. Напомним, на последнем заседании оперативный штаб региона не стал закрывать рестораны, кинотеатры и другие общественные места при условии, что предприниматели будут соблюдать эпидемиологические требования. Добавим, что такой мониторинг сотрудники Роспотребнадзора проводят регулярно в разных точках города. На 56-м году жизни скончался известный барнаульский психолог Алексей Капранов. О случившемся сообщили его друзья в социальных сетях в минувшее воскресенье. Причина смерти не уточняется, но известно, что последние дни психолог болел. Каким его запомнили коллеги и друзья, расскажет Валентина Аскерова. За что мне такому хорошему такая хреновая жизнь? Как научиться жить душа в душу с тем, кого ты любишь? Жесткие и прямые названия, реплики, мысли. Автор популярных книг и практикующий психолог Алексей Капранов отдал профессии четверть века. Это первый медийный психолог барнаула. Его веселые и одновременно глубокие лекции собирали залы, а сказанное разлеталось на цитаты. Нас так уговорили, что надо бороться с недостатками. И тут самое интересное. Чем больше мы с ними боремся, тем пышнее они цветут. Например, ты принес картошку мелкую домой. Она говорит, ты хочешь, чтобы я вообще с кухни не вылезала? Так ты себе рабыню нашел? Все вы мужики, вам бы такого баб загнать, лишь бы вам где-то шля... Его рассуждения о женской логике набрали миллионы просмотров в социальных сетях и на ютубе. Алексей Капранов выступал на радио и телевидении и был настоящей находкой для журналистов. Мы-то от вас еще можем отдохнуть. Где-нибудь в гараже, в пивнушке и так далее. А вы-то от себя нет. Такое мое журналистское наблюдение. Обычно, когда ты сокращаешь интервью, вырезаешь какие-то отступления героя, становится оно интереснее и концентрирование. А вот с Капрановым так не получилось. Когда мы сократили рабочий материал, стало понятно, что интервью теряет в смысле. Потому что каждое его слово, каждое его замечание, сделанное в проброс, оно было настолько глубоким, настолько важным. И вот такой это был человек. Вроде говорил в шутку, а все оказывалось очень серьезно. Он умел рассказывать сложные вещи простым языком и направлять людей, давать инструменты, спасать. Он не просто говорит, он дает инструменты. Ту самую иголку с нитками. И показывает. Прямо пальцем тыкает, куда, где и что нужно заштопать. Соболезнования друзья Алексея Капранова продолжают выражать на своих страницах в соцсетях. Они организовали также сбор средств, чтобы достойно проводить именитого товарища и учителя в последний путь. Дату и место прощания родственники Алексея сообщат в ближайшее время. Валентина Аскерова. День с толком. Он ее кормит. К другим темам. Уже скоро алтайские школьники уходят на каникулы. В связи с эпид-обстановкой в крае учащиеся будут отдыхать почти на неделю больше обычного. И многие родители уже боятся, что каникулы могут продлить переходом на дистант. Тему продолжит Мария Микшута. Одни идут в столовую, другие ждут следующего урока. Строгий масочный режим не по душе детям, даже на переменах. Иногда это отвлекает, что иногда бывает, что старшие над нами, что вы в маске. И если для детей есть послабление, на уроке можно сидеть без маски, то для учителя все строго. В школах края средства защиты обязательны уже две недели. И там, где эпид-ситуация ухудшается с каждым днем, и там, где не фиксируют новых заболевших. Педагогам работать в таких общих условиях непросто. Когда ты находишься у доски, а ребенок на другом конце класса, очень тяжело. И есть такие ребята, которые могут и не дослышать, и не услышать. Вы знаете, они есть и в обычных условиях, и без маски. А когда маска еще мешает, то, конечно, это вдвойне утяжеляет наше положение. Но если возникают особые случаи, когда дети не слышат или не могут услышать учителя, здесь мы поступаем индивидуально. То есть на какой-то период, момент объяснения, учитель может снять маску, для того, чтобы дети более внимательно услышали материал. Но лучше так признают учителя, чем на дистанте. Этого вновь боятся и педагоги, и родители. По мнению многих мам и пап, дистант уже стучится в двери школ. Эта неделя последняя перед каникулами. Уйдут на отдых образовательные учреждения, скорее всего, на пике осенней волны коронавируса. Улучшится ли ситуация за пару недель? То есть у нас будет 16 дней. Это даже чуть больше, чем период, так сказать, разобщения необходимого людей для того, чтобы прервать передачу вируса. Надеемся, что это поможет нам вторую четверть также в очном формате обучаться без перехода на удаленное обучение. Костенко подчеркнул, офлайн или онлайн формат обучения будет зависеть не от эпид обстановки, даже если она ухудшится во время каникул, а от количества заболевших в образовательных учреждениях. И выносить решения будут точечно, особенно в сельских школах. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Вузы и колледжи края переходят на дистанционное обучение. Однако не все профессиональные навыки можно получать на расстоянии. Как в период пандемии осваивают профессии студенты алтайских колледжей? Узнайте в следующем сюжете. И вот так идем. То есть движение от линии. Этот момент понятен. Это учебный класс архитектурно-строительного колледжа. У каждого студента свое практическое задание. Кто-то выводит на альбомном листе фамилию, кто-то орудует канцелярским ножом, и даже звонок на перемену не прерывает творческий процесс. Есть предметы, которые учащиеся вполне могут освоить дистанционно, но, кроме теории, у них много профильных практических дисциплин и помощь наставника необходима. Например, рассматривая тот же специальный дизайн, если брать первый, второй, третий курс, то здесь у нас и проходят и практические занятия по рисунку, по живописи, по истории дизайна, истории зо. Сантехники и дорожники. У них идет практика, это сварка труб и в том духе, потому что вся практика проходит настолько в очном режиме. Полноценная практика нужна и студентам-строителям, будущим стилерам, слесарям и сварщикам. Им приходится работать на специальном оборудовании. Если всех студентов распустить по домам, многие вернутся в отдаленные алтайские села, где нет возможности продолжать производственное обучение, поскольку нет нужного оборудования. Но прерывать образовательный процесс нельзя. Потому что все-таки система профтехобразования призвана давать профессию. И профессию обучить только по учебникам, только теоретически в сегодняшних условиях невозможно. Потому что квалифицированный рабочий или специалист, он должен прежде всего уметь делать руками, а не просто знать теорию. Соблюдение масочного режима, регулярное проветривание помещений, обработка рук – здесь главные правила. Кстати, на днях в архитектурно-строительный колледж, как и в ряд других учебных заведений Барнаула, пришла большая партия антисептиков от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. А это уже Институт культуры и искусств, хореографический класс. Работа с партнером и тесное взаимодействие. Практически все студенты без масок. И не потому, что противники режима, а потому, что во время физических нагрузок трудно дышать. Но воздух здесь постоянно обеззараживают, обрабатывают станки и руки. Все студенты, которые непосредственно задействованы в постановке, они танцуют без масок. Все остальные, которые дожидаются своей очереди, грубо говоря, находятся в масках. При себе у некоторых из нас есть антисептики. Периодически сами уже вошел в привычку, обрабатываем руки себе друг к другу, проветриваем помещение. Большая партия антисептиков от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева пришла в 30 учебных заведений Барнаула, Бийска, Заринска, Косихинского, Троицкого, Залесовского, Тогульского и Целинного районов. Об этом депутат сообщил на своей странице в Инстаграм. Студентам и преподавателям передали 60 тысяч флаконов. На фоне резкого роста заболеваемости весомая поддержка. Обработка рук, их частое мытье, а также ношение масок. 2020 год, когда у людей формируются новые привычки безопасности. Елена Кузовкина, Николай Шилко, День с толком. Нет повышению цен на проезд. Под таким девизом в минувшие выходные собрались противники роста стоимости билета на общественный транспорт. Впрочем, многочисленным пикет не назовешь, но настроены участники были решительно. Теперь собирают подписи таких же несогласных. Уже через две недели билет на общественный транспорт вырастет. Недовольны пассажиры, недовольны общественники, даже те, кто в этой теме не специализируется. Краевед Данил Дегтярев и здесь творит историю, организовав митинг против. Сейчас повышать стоимость проезда на целых 3 рубля, это буквально разорить именно наиболее социально незащищенные категории населения. Это студенты, это школьники, это пенсионеры, это просто работающие с невысокими зарплатами, которые всем этим пользуются. Вот у меня на работе конкретно 10 лет не повышалась ни разу зарплата. Для меня это вообще какой-то шок. Цены растут, цены дикими темпами растут. Я вышел, чтобы выразить свой гражданский долг против повышения цен на проезд. Потому что меня человек малозарабатывающий абсолютно это не устраивает. Зарплаты не повышаются, условия жизни не улучшаются, при этом цены растут каждый год. Хватит наживаться на бедных! Борцов за сохранность кошельков в гаражах нашлось не так много. Три десятка человек – школьники, студенты, пенсионеры. Эту категорию пассажиров тоже ждут перемены, и система проездных изменится. Например, студенческий проездной. Его стоимость останется прежней, но введут лимит поездок – 50 в месяц. Нам от этого толку нет вообще никакого, то, что повышает проезд. Машины все равно не покупают новые. То, что повышают, нам от этого вообще никакого плюса нет. Машины же ломаются. Запчасти покупать – это тоже как бы ценник. А с нашей стоимостью проезда это не окупается. Берем Китай, чтобы минимум отъездил, а не максимум, как должно быть. То есть на максимум, чтобы отъездил, конечно, надо денег больше. А когда денег больше, это и проезд больше. То есть тут так и получается. Связано это с методом работы перевозчиков, объясняют эксперты. Частники больше зависимы от изменения цен, в то время как муниципальные автопарки имеют хоть какую-то подушку безопасности. По мнению специалистов, избежать роста можно было бы субсидированием перевозчиков. Электротранспорт, понятно, и большие автобусы – это дотационный вид транспорта. Я вам так скажу. И это все страны мира нормальные поняли, и развитые, и развивающиеся, что нужно транспорт вкладывать. Это такая же сфера, как здравоохранение, как образование, как культура. Ведь с него невозможно выжимать с этих сфер деньги. В них надо вкладывать и поддерживать. Иначе какое мы социальное государство тогда будем? Митингующие написали коллективное обращение к мэру Вячеславу Франку с просьбой отложить повышение цены на билет до 2021 года. Пока документ подписали 29 человек. Никита Ермаков, Николай Шелко, Андрей Печеркин. День с толком. Барнольцы вновь выбирают парки и скверы для благоустройства. Сегодня стартовало интернет-голосование за территорией для благоустройства в 2021 году. А дать свой голос может любой желающий старше 14 лет. Главное – быть зарегистрированным на портале госуслуг. Сделать это можно на специальном сайте. Ну а проголосовать лишь единожды и максимум за 6 территорий. 41 объект будет включен в перечень территорий для голосования, которые смогут потом быть реализованы на практике. Голосование у нас начнется с 19 числа. Будет оно проходить по 2 ноября включительно. По результатам голосования будут определены рейтинговые победители. На данной территории будет разработан эскизный проект. Будет составлена смертная документация. Кстати, в список на благоустройство на следующий год попали и объекты, не победившие ранее. Это Демидовская и Народная площади, сквер Пушкина, парк Центральный и другие. Точное количество территорий, которые благоустроят в 2021-м, назовут лишь после того, как станет известен объем финансирования. К слову, один из обновленных в рамках этой программы объектов сквер на пересечении Ускова и Взлетной должен быть сдан в ближайшие недели. Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил урезать новогодние каникулы в России до двух дней вместо привычных десяти. Такое предложение он высказал в эфире одной из федеральных радиостанций. По его мнению, россияне вполне могут возвращаться на работу уже 2 января, поскольку в остальные новогодние выходные дни увеличивается количество травм и обращений к врачам. Мы решили спросить у барнаульцев, как они относятся к такой инициативе. Я думаю, что нет, неправильно, наоборот, продлить. И в связи, наверное, с пандемией будет продляться все это. Неважно, кто я, вот вообще совершенно не пью и как отдыхать. Я использую для себя и для семьи проведу эти выходные. Это да, это можно сократить, потому что, ну, не надо. Зачем так много? Делать действительно нечего. Может быть, если кому-то надо, так без содержания пусть берут. Если кто-то едет на какие-то каникулы или еще что-то. У меня, говорю, работа же, я же не учусь. Ну, как бы, в принципе, ну, а что дома делать? Можно поработать, заработать денег, почему бы и нет. Я отношусь положительно. Я считаю, что это правильно. Достаточно 2 дней отдохнуть так же, как и было раньше. А 10 дней – это уже, наверное, чересчур много, перебор. И как бы люди не знают, куда уже потом деть эти дни оставшиеся. И даже многие, я считаю, что и рады бы выйти тоже на работу. Я боюсь, что эта традиция уже встанет и дальше будут просто отменять каждый год. Вот в этом проблема. А на этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Стройрегион». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok